Что нас заинтересовало в первую очередь в продукте? Это использование HDF плиты в качестве несущего слоя. Чем отличается он от классических традиционных? Чем хороша HDF плита? Материал, который искусственно созданный, но при этом абсолютно экологически чистый. То есть это не отходы какие-то, не прессованная бумага, как многие думают. Технологии производства следующие. Берется древесина, измельчается до очень мелкой фракции, но практически в пыль. После этого вот эта древесная масса, она нагревается горячим воздухом. При нагревании вот этих частиц древесины из нее выделяются органические полимерные вещества, которые содержатся непосредственно в самом дереве. Натуральный клей получается практически. Да, и такой метод производства используется именно только при производстве HDF. То есть это метод горячего прессования, он так и называется. Плотность HDF составляет вот именно углоты 890 килограмм на кубический метр. Ну, для сравнения, плотность дуба составляет 620-650 килограмм на кубический метр. То есть HDF, он практически на 30 процентов плотнее, чем дуб. Это на данный момент лучший материал, потому что он не изменяет свои геометрические размеры при резких перепадах температуры и влажности. Достаточно много производится сейчас различных стручных плит. Ну, вы, наверное, слышали, то есть это МДФ, ОСП, но у них принципиально отличается технология производства. Там идут более крупные фракции древесины. Она менее плотная, потому что ее не прессуют под высоким давлением и, чтобы соединить между собой частицы дерева, добавляются уже различные клеящие составы. То, что касается в целом конструкции доски, она идеально скомпенсирована и все возможные появления напряжений, да, как это называется, при изменении, резком изменении влажности. Эксплуатация напольных покрытий из натурального дерева, оно подразумевает соблюдение неких условий. То есть они очень близки к условиям использования человеческого организма. То есть это соблюдение определенного температуры, температурного режима и соблюдение какой-то там определенного уровня влажности в помещении. Резкое падение влажности, да, то, что у нас, например, происходит в квартирах, когда начинается отопительный сезон. Соответственно, идет потеря влажности в помещении и влажность, она падает там с 40 процентов, там до 20 до 15. Щелей не возникнет вообще в любом случае. То есть почему это происходит, да? То есть HDF плита, она не реагирует на изменение температуры и влажности. Вся конструкция, она сделана из разных материалов. И напряжение, которое возникает, например, в лицевом слое, который толщиной 2 миллиметра, компенсируется слоем из эвкалипта, который толщиной тоже 2 миллиметра. То есть конструкция, она абсолютно сбалансирована. Эвкалипт, чем он хорош, в принципе, да? Ну, как многие экзотические породы дерева, он более стабилен. Эвкалипт, он растет круглый год. Нет таких перепадов температур, там, сфере резкой смены времен года. То есть он растет круглый год, и у него на всю толщину ствола практически одинаковая плотность. И у эвкалипта, также как у многих экзотических пород дерева, большое содержание эфирных масел в древесине. Если брать наши европейские породы дерева, они при сушке теряют влагу, она испаряется. Вот между волокон древесины они заполнены вот это пространство влагой, которое при сушке испаряется. Эвкалипт, оно заполнено ну как влагой, так и эфирными маслами, которые никуда не уходят при сушке. То есть они остаются в древесине и делают ее более плотной. Вот, соответственно, что мы видим? HDF не реагирует на изменения температуры и влажности в силу своей технологии производства и структуры очень плотной. Вся конструкция идеально скомпенсирована, потому что толщина слоев, она идентичная, то есть сверху и снизу 2 миллиметра. И основной контакт происходит со средой окружающей, да, это лицевого слоя. Паркетная доска Галатея, я могу сказать точно, это самый стабильный вид напольного покрытия с натуральным деревом на лицевом слое. Я скажу больше, то есть мы сейчас провели определенную работу и завод нам подтвердил вот буквально несколько дней назад то, что мы даем гарантию при укладке на теплый пол. Это может быть пол любого вида, то есть это может быть инфракрасный пол, там электрические маты с нагревом, водяной пол, но надо соблюдать два условия. При включении отопления постепенно наращивать мощность, не надо включать сразу на максимальную, да, и максимальная температура должна не превышать 28 градусов. Пол сам по себе теплый, да, несмотря на использование HDF-плиты, которые используются также при производстве ламината, есть существенное отличие. Дерево само по себе является теплоизоляция, да, поэтому класть на теплый пол, нет смысла нагрузки, она не будет, пол при этом не будет теплее, потому что можно, да, безусловно, можно, если квартира находится на первом этаже, то есть близко находится, основание под укладки находится близко к земле, то есть зимний период, да, это имеет смысл, потому что, чтобы сохранить не было вот это вот от земли, чтобы не шел холод в помещении. Субтитры сделал DimaTorzok